Вот мы видим, прошлой зимой осветили и поставили купола и кресты. Да, тут можем увидеть, что вот этот вот, под куполом, вот эта часть, барабан, поставлены окна, штукатурено, покрашено. И, соответственно, сделана центральная часть кровли. Какие у нас планы на дальнейшее? Нужно заниматься следующей частью кровли, то есть у нас вот этот вот переход между храмом и колокольней, потом, соответственно, кровля над всеми вот этими вот входными конструкциями, так сказать, над алтарем нужно будет тоже сделать. Что у нас дальше в планах? Планы закрыть весь периметр, в смысле поставить окна, двери, вот и чтобы уже мы весной могли уходить на вот эту внешнюю отделку, на штукатуре идти красить стены. Дальше нужно заниматься подсоединением к теплосетям, то есть, естественно, прокладывать трубы, устраивать внутри всю эту разводку, все эти коммуникации, вода, тепло, электричество. Ну и заниматься уже потом в дальнейшем внутренней отделкой. Стоит все это просто каких-то огромных денег, по-другому не сказать. Он скажет, у нас вот сейчас следующая часть кровли, она будет строить около полутора миллионов рублей, чтобы вот это все сделать. Подсоединить нас к городскому теплу, со всеми коммуникациями, с установкой внутреннего теплопункта, стоит около пяти миллионов рублей. Ну и так далее. Окна все поставить где-то около полумиллиона рублей. Почему я все это дело называю? Потому как в какой-то степени призываю всех в этом деле поучаствовать. Ну, причем не нужно стесняться, думать, что ну что там до сто рублей переслал для этого всего, вроде как это оно может на что-то повлиять. Оно на самом деле влияет, оно, собственно, таким образом все вот это, оно и строилось, и вот столько уже построилось. Нет здесь каких-то глобальных спонсоров, глобальных каких-то вложений, вливаний, но вот так вот с Божьей помощью, вот так вот нам всем с вами совместно удается вот это дело делать. Впереди вот такие работы. Будет удаваться нам собирать такие суммы? Будет работать. Не будет удаваться, но все это будет замедляться, будет как-то вот затягиваться. У нас не было и нет каких-то крупных спонсоров, каких-то предприятий, каких-то организаций огромных, которые могли бы взять на себя большую часть забот по вот этим каким-то хозяйственным вещам и так вот понести. Оно было бы так бы проще, легче. Но вот в другой степени, ну, наверное, вот, ну, вообще, слава богу, за все. Но я вот вижу вот смысл и пользу в том, что так вот мы, да, с мира по нитке, да, с мира по кирпичикам вот это, скажем, строим так вот. Не быстро, но вот строим, что люди в этом участвуют, живые люди. Что каждый может для себя вот это дело определить, понять, что есть как бы, да, 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 вот я в этом тоже есть. Да, мне от этого в земной жизни не будет ни тепло, ни холодно. Вот это, кстати, тоже очень важно сказать, очень наивно понимать, полагать, что, я вот, скажем, вот в эту стену вложил какое-то количество кирпичей, а теперь у меня в жизни будут сплошные плюшки, сплошные бонусы, сплошные вообще у меня пятерки по поведению и по учебе. Ничего подобного вообще нет, совсем. Никто никому это не обещает, да и не будет такого. Богу надо, он тебе и так наградит, что тебе там надо дать. Надо приумножить твои богатства, чтобы ты был там мультитриллионером, да не проблема. Бог, владыка всего, взял ты, все будет у твоих ног, если надо будет, если полезно будет. Если тебе это не полезно для твоей жизни, да ты хоть 15 тысяч храмов построить, ну ничего не будет для твоей души толку, если ты внутри себя не меняешься. То есть это вообще как бы убираем какие-то материальные эти блага, еще что-то. Царство Божие не покупается какими-то там вещами. Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. То есть человек, какой ты внутри, такой как бы и жизнь твоя. Если у тебя внутри царит зло, раздражение, гнев, ненависть, ну какое Царство Божие. Даже сейчас нужно находить специалистов, художников, иконописцев, вообще разрабатывать с ними эскиз внутреннего убранства храма. Продумать, какой будет иконостас, какая будет роспись, да, что там будет в алтаре, что будет здесь, что будет у нас на куполе. Но все это тоже вот оно предстоит нам делать, все это тоже в таких планах. Так, изготовлена центральная часть кровли. Соответственно, да, вот сейчас будут уже наши строители делать вот здесь вот эту промежуточную часть. Вот так же все тут правильно делать между храмом и колокольней. Соответственно, да, у колокольни тоже кровлю. Потом вот эти все боковые части, то есть так же надо будет делать кровлю. В общем, работы много. Работы много, работать будем. Работа идет, слава Богу, спасибо всем, кто в этом участвует. Ну и, соответственно, призываю принять участие всех и в дальнейших наших с вами трудах.